приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня как и обещали поделимся с вами рецептом молочного шоколада количество всех ингредиентов мы используем 200 грамм бобов количество всех ингредиентов на 200 грамм бобов вы найдете в описании сейчас вкратце расскажу для приготовления молочного шоколада естественно в первую очередь нам понадобится какао бобы сейчас покажем как их почистить и расскажем как их обработать какао бобы покупаем сыры ссылку на объявлению lx по которому мы покупаем какао бобы вы тоже найдете в описании видео также нам понадобится масло какао тоже в описании будет ссылка сухое молоко на сухое молоко ссылки не будет сухое молоко продается наверно везде продается и сахар по поводу сахара значит мы используем 30 процентов сахара от веса бобов на мой взгляд это оптимальное количество если вы любите более сладкий шоколад то можно использовать 40 до 50 процентов на 50 процентов это очень много если вы любите более горький шоколад но это больше касается, конечно, черного шоколада, тогда можно использовать меньше, 20-25%. Но были отзывы по предыдущему видео. Кстати, у нас было видео, как приготовить черный шоколад. Если вы его не смотрели, ссылку вы найдете в конце этого видео, в рекомендованных видео. Вот, так были отзывы о том, что 30% как раз в самый раз. То есть наши подписчики, наши зрители готовили, понравилось. Ну, думаю, для меня тоже в самый раз. Вот, что касается ингредиентов. В самой бобы мы покупаем сырые какао-бобы, нечищенные. Есть варианты, если вы не хотите играться, сейчас мы покажем, как их почистить. Если вы не хотите играться и чистить эти бобы, можно их купить уже почищенные и измельченные. Потому что первый этап сейчас будет измельчение на обычной бытовой кофемолке. Также есть еще вариант, еще более простой. Продается технический шоколад, который остается только растопить. Это шоколад уже измельченный. Тоже в описании видео разместим ссылку. К сожалению, все эти ссылки, это ссылки на покупку только на территории Украины. Поэтому, если вы живете в других странах, то просто посмотрите на этот товар, на этот продукт. И я думаю, что пользуясь поиском, пользуясь вашими местными, локальными досками объявлений, с легкостью найдете то, что вам нужно. Из оборудования. То есть мы показываем полный цикл приготовления шоколада. Не из крошки, не из бобов. Не из технического шоколада, а именно из бобов. Нам понадобятся сами какао-бобы. Нам понадобится кофемолка. И нам понадобится... Ну вот я приспособил для измельчения шоколада вот такую вот советского образца кофемолку Мрия. Продаются они и сейчас, по сей день. То есть это новодел, это, к сожалению, не советское. И качество отвратительное. Если вы захотите покупать себе, то лучше найти где-нибудь на интернет-барахолках именно советского производства. Потому что вот эта вот Мрия, которая сделана сейчас, ну, во-первых, она сделана вот так вот, двумя левыми руками. Во-вторых, металл, тут и чугун на этот вкладыш. Ну, тут такое литье ужасное. Не знаю, сколько она выдержит. Значит, вообще, эта штука с крутилкой. Я ее приготовил, вернее, переделал немножко под шуруповерт. И вот несколько раз уже после прошлого видео просили показать, как я ее переделал, что я сделал для того, чтобы она работала с шуруповертом. Сейчас я покажу вам. Как это выглядело вначале. Значит, сам шнек вставлялся. Сюда ставилась пружина. Потом одевалась ручка, крутилка, шайбочка и барашком зажималась. Таким образом регулировался поджим. Нам нужен самый сильный поджим. Значит, первая проблема. Вот здесь вот пружина упиралась, она ходила по силуминовому корпусу, когда крутилась, и делала алюминиевую стружку. Или силуминовую стружку. Поэтому по диаметру вот этого углубления я вытащил шайбу стальную. Теперь стружки нет. На шайбу ставлю пружину. И теперь нам надо осуществить поджим этой пружины. Так как пружина короткая, она рассчитана на то, что здесь еще одевается ручка, использую несколько каких-нибудь шайб. Ну вот как-то так. Чтобы она поджалась. Чтобы мне эта шайба не нравится. Вот эта вот будет шайба отсюда. Вот, поджалась. Теперь вот такая вот бочонок-шайба, гайка, вернее, с резьбой. Накручиваем ее сюда. Тем самым обеспечиваем поджим пружины. Вот таким вот образом. Взял шпильку. Какая-то у меня старая шпилька была. Можно просто обрезать болт диаметром М8. С одной стороны наточили, обточил его до квадратного состояния, чтобы он, ну, до квадратного профиля, чтобы он, ну, тут не совсем он квадратный, какой-то пятиугольник у меня неправильный получился, чтобы он не проскальзывал в шуруповерте. Закручиваем сюда эту шпильку. Сюда шуруповерт, обычный шуруповерт. Ну, потому что действительно приготовить шоколад, крутить ручкой, это руки поотпадают. И сейчас вы увидите, как это работает в собранном виде, все целиком. А пока расскажем, как обработать бобы. Итак, на тарелочке с левой стороны экрана вы можете видеть нечищенные, но уже обжаренные какао-бобы. Какао-бобы мы покупаем сырые, обжариваем их при температуре 120 градусов в течение 20 минут. Правильно, Лариса? Да. После этого они достаточно легко чистятся. Вот так вот отшелушивается оболочка. Вот видите, это целая тарелка вот этой отшелушенной оболочки. И после того, как некоторые распадаются, в каждом бобе есть плодоножка. Вот эту плодоножку, где она там... Есть вот такая вот тверденькая штучка. Это именно плодоножка, на которой он растет. Вот эту плодоножку надо удалить. Она нам в шоколаде совершенно не нужна. Бобы, как правило, легко раскрашиваются и разделяются. Но вот обычно он разделяется на две половинки. Но у нас что-то раскрашивается. Таким образом, достаем плодоножки и чистим все бобы. Хочу сказать, что процедура очень такая геморройная. Занимает 200 грамм бобов. Почистить у Ларисы занимает около полутора часов. Получается еще плодоножку эту надо достать. Да, в общем, плодоножка как в фасолине примерно. Вот, чтобы вы понимали, эту штуку надо извлекать, потому что она нам испортит вкус шоколада. Итак, приступим к следующей процедуре. Следующим этапом используем кофемолку. Помещаем, ну, столько, сколько вмещает. Я буду делать за несколько этапов, потому что кофемолка небольшая. Помещаем часть плодов какао в кофемолку. И начинаем помол. Сильно мелко перемалывать не надо. То есть, должны остаться крупинки. Вот так оно должно выглядеть. Потому что, если вы смолите его сильно мелко, у нас потом не получится шоколадная паста. Вот до такой вот консистенции, где-то там крупинки размером в районе одного миллиметра должны остаться. Сейчас я измельчу всю остальную, все остальные бобы в крошку и продолжим. После того, как все бобы измельчены, добавляем нужное количество сахара, исходя из веса начального наших бобов. Все хорошенько перемешиваем. И сейчас я установлю кофемолку Мрия. Будем измельчать шоколад до консистенции шоколадной пасты, которую уже можно будет расплавить. Собрали эту машинку. Теперь включаем ее. Я тут немножко доработал. Почему шуруповерт, друзья? Дрель, реально, тут нагрузка большая. Нужны небольшие обороты и большая нагрузка. На дрели начинают гореть щетки. Шуруповерт на маленькой скорости отлично справляется с этой задачей. Вот именно на скорости закручивания, а не на скорости сверления. Плюс, как бы я немножко сейчас подключил шуруповерт от блока питания. Потому что, ну вот на 200 грамм бобов одной батареи не хватает. Приходится там менять батарею, перезаряжать ее. Ну так, поехали. Продолжение следует... На выходе мы получаем очень мелкую шоколадную пасту. Видите, она выпадает пастообразной уже такой. Она немножко подплавляется в процессе и выпадает пастообразной консистенцией. Как видите, уже практически выходят из этой штуки такие расплавленные. Когда шнек прогревается, он немножко подплавляет шоколад и уже выходят вот такие вот расплавленные штучки. Вот точно так же перетрем весь шоколад и вернемся к нам. В результате измельчения мы получили вот такую вот немножко оплавленную шоколадную стружку. Это уже, ну в принципе, есть черный шоколад. То есть его можно... он очень вкусный на вкус. Его можно уже кушать. Причем реально такого шоколада в магазине вы не купите. И в принципе его можно переплавить уже в черный шоколад и получится обычный черный там плиточный или брусочный какой-то шоколад. Также, если вы не хотите, друзья, играться вот с этим вот перемалыванием, такую штуку уже можно купить готовую. То есть можно купить шоколад, который вот таким вот образом сделан. Но единственное, что он в брусках. Он готовый к плавке. Из него можно формировать конфеты, можно формировать шоколадные плитки, можно делать молочный шоколад. Но мы предпочитаем... не понимаю я, что туда кладут и какая там в результате... какой состав этого промышленного шоколада. Поэтому мы предпочитаем все делать по полному циклу от начала до конца. Сейчас готовим водяную баню и будем плавить этот шоколад вместе с сухим молоком и вместе с маслом какао на водяной бане. Начинаем плавить шоколад в водяной бане. Классическую водяную баню готовим... берем большую кастрюльку, наливаем в нее воды. Помещаем в нее меньшую кастрюльку и в ней плавим шоколад. Температура... то есть вода в этой большей кастрюльке, она не должна кипеть. Она должна где-то температурой быть 80-90 градусов. То есть бурного процесса кипения там не должно происходить. Поэтому регулируем нагрев. Ну и можно измерять температуру. В первую очередь расплавим масло какао. Видите, оно плавится. Достаточно оно твердое, но тем не менее плавится. Плавка займет несколько минут. Поэтому как только масло какао расплавится полностью, мы к вам вернемся. Я думаю, что для того, чтобы оно быстрее плавилось, его тоже можно было бы как-то измельчить на меньшие кусочки. Но мы что-то завтыкали, не подумали об этом. Поэтому будем плавить такими большими кусярами. Какао полностью растаяло. Мы его растопили. И теперь перемещаем сюда шоколад. Желательно во время плавки контролировать температуру и не перегревать сам шоколад выше 50 градусов. Теряет он какие-то свойства. Вот как мед нельзя нагревать, так и шоколад нельзя нагревать. Видите, быстро он начинает достаточно плавиться. И теперь помешивая где-то в течение, ну вот до полного расплавления. То есть минуты 3-4, может 5 это займет, может и больше. То есть вот таким вот образом плавим его на водяной бане до полного расплавления. Шоколадная стружка полностью расплавилась. Видите, получили такую жиденькую субстанцию. На этом этапе добавляем сухое молоко, нужное количество. И у нас температура сейчас где-то в районе 45-48 градусов. Нам теперь надо температуру понизить до 27 градусов. То есть мы убрали водяную баню, прекратили нагрев. И начинаем опять-таки перемешивать с сухим молоком. Тщательно перемешиваем, пока температура не упадет до 27 градусов. Может вилочку дать? Нет, ну сейчас все. Перемешается все. Сейчас его все время нужно мешать, пока оно не остынет. Все время надо помешивать. Ну и соответственно разминать эти комочки, чтобы не было. Мешаем до того, как температура упадет до 27 градусов. Температура нашего шоколада опустилась до 27 градусов. В процессе охлаждения Лариса его время от времени помешивала ложечкой. И вот видите, он стал глянцевый за счет того, что мы его вмешивали и опускали температуру. Опять его помещаем на водяную баню и нагреваем до 30 градусов. При этом тоже постоянно помешивая. Это какой-то волшебный процесс, называется темперирование. Кастрюлька у нас с толстым дном, поэтому Лариса боится его перегреть. Так, чуть-чуть опустила и сразу же извлекла. Ну что, поднимается? Да. Мы, друзья, подготовили вот такие вот формы. Это формы для льда. Конечно, не самый лучший вариант, но тем не менее. И просто разливаем наш шоколад по формочкам. Желательно, чтобы сами формочки были вот из такого плотного материала, поликарбоната. Потому что в нем получаются конфетки гладенькие, глянцевые. Мы пробовали использовать силиконовую формочку и обычный жесткий пластик. Почему-то в них они получаются не глянцевые, а матовые. Вот в чем прикол, я не знаю, если честно. Наполняем формочки до нужного нам, ну какой толщины мы хотим получить шоколад. Пока Лариса наполняет формочки, я проанонсирую следующее видео, которое касается шоколада. Будем делать шоколад с начинкой и шоколадные конфеты трюфель. Начинка, скорее всего, будет вишня. Может, попробуем сделать что-то типа пьяной вишни с каким-нибудь ромом или коньяком. Но будем экспериментировать, пока мы еще вот так далеко не продвинулись в этих экспериментах. Пока делаем просто молочный шоколад. И вот сейчас вот он невероятно вкусный, друзья. Если вы будете готовить, запаситесь ложкой, и вы просто устанете его пробовать. Но это настоящий горящий шоколад вот в том вот виде, в котором он... Когда он? В 18-м, в 19-м или в 19-м или в 18-м веке. Не помню уже точно историю, у меня плохо с датами. Он попал в Европу, когда шоколадные конфеты еще не умели готовить, а именно вот готовили горячий шоколад. Вообще потрясающая штука. Просто настолько вкусная. Но молочный шоколад... Я вот даже не могу сейчас сказать, какой мне больше нравится. Черный или молочный. Ну, наверное, и тот, и тот. Но он настолько отличается от того, что мы покупаем в магазинах. Просто это совершенно две разных вещи. Наполняем формочки и оставляем шоколад полностью остыть. Помещаем его в холодильник, да, Ларис? Ну, его остужаем до комнатной температуры. То есть, не сразу. Но, в принципе, он при комнатной температуре должен застыть. Ну, вот. Если хотим ускорить процесс, то можно в холодильник. Ну, его там не порвет, он не потрескается в холодильнике. Ничего такого критичного с ним не произойдет. После того, как шоколад полностью остынет, друзья, продегустируем его. Я вам покажу разрез и покажу саму конфету крупным планом. Через часок, друзья, наш молочный шоколадец остыл. И можем его дегустировать. Из формочки вынимается... Вот эта формочка с силиконовым дном вынимается попроще. Из этой тоже, в принципе, вынимается несложно. Но, как-то так. Давайте сейчас покажу вам, что получилось крупным планом. Одну разрежем. Чик. Больше крошится, чем режется. Такой очень твердый получился. Одна часть разрезалась, вторая раскрошилась. Сейчас показываю. Вот, смотрите, друзья, такая конфетка. Вот такая вот она в разрезе. Совершенно не мажется. То есть, она не тает в руках. За счет того, что мы сделали правильную температурную обработку. Ну, теперь я вовнутрь этой конфетки хочу вишенку поместить. Вишенку, черносливчик. Потому что так конфетки... Ну, вот настоящие конфетки получаются в формочках для льда. И вот смотрите, то, о чем я говорил, интересный эффект. Там, где соприкасается с поликарбонатом, глянцевая, эта формочка продолговатая, она имеет силиконовое донышко для удобства выдавливания. И вот там, где конфетка соприкасается с силиконом, она более матовая. Почему так происходит, не знаю. Ну, что, друзья, попробуем молочный шоколадец. Красота! Шоколад очень классный. Молочный вкус присутствует. Но и по цвету он получил сам значительно светлее, чем черный шоколад, который мы варили. Не знаю, может быть, я немножко бы больше добавил бы масла какао. Как для молочного. Он такой достаточно твердый, с плотной структурой очень. Но структура мне нравится. То есть настоящий шоколад. Не та штука, которую ешь, а там одно масло. На вкус просто офигительный. Я все равно больше черный люблю. А, люблю черный, горький. Такой настоящий шоколад. Сейчас проживем. Друзья, с удовольствием вам представляем рецепт молочного шоколада. Все выверено. Температурный режим, который мы соблюдали, и вымешивание очень важны. Для того, чтобы шоколад получился однородный и мягкий. Поэтому, если вы будете делать, именно соблюдайте вот эти вот моменты, эти нюансы. А мы будем продолжать свои эксперименты. Как я уже говорил, следующий будет шоколад с начинкой. Шоколадные конфеты. Попробуем сделать какие-нибудь шоколадные конфеты, типа трюфеля. Лариса говорит, что белочку может сделать. Ну, с белочкой... Я спрашиваю, серьезно можешь сделать белочку? Говорит, да, иди, славея тебе приготовлю. Ну, так Лариса пошутила. Поэтому с белочкой я не знаю. Пьяная вишня будет точно. Какие-нибудь, я же говорил, трюфели. Какие-нибудь с изюмчиком еще сделаем. С изюмчиком, с орешками шоколадки. Тоже покажем вам, как шоколадную массу поместить. Изюм, орехи, всякие ништячки вкусные. Ну, чтобы у нас получалось совершенно натуральное. Самое главное, что в этом шоколаде нет никаких стабилизаторов, никаких эмульгаторов, никаких подкислителей, шматкислителей. Он совершенно натуральный. Сугубо бобы какао. Все. Точка. Ну, в данном случае сухое молоко и масло какао. А если мы варим черный шоколад, то только бобы какао и сахар. Поэтому, друзья, призываю вас, хватит давать зарабатывать промышленным предприятием пищевой промышленности. Давайте делать шоколад, колбасы, сыры, все сами. У нас стрёмная тема в Украине с шоколадом. Ну, такое. Во всяком случае, шоколад очень классный, очень вкусный. Дорогие друзья, надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока.